Здравствуйте, друзья мои! С вами Юлия Абермайер, и это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику Forward English и у кого к нему есть Activity Book. Открывайте, пожалуйста, страницу 40. Будем выполнять упражнение H из урока 14. Задание такое. В каких из этих слов есть краткий звук U и в каких есть долгий звук U? Вы пишите в два столбика. Данные звуки могут образовываться путем сочетания букв O и O. В большинстве случаев эти две буквы дают нам долгий звук U, но если после этого буква сочетания стоит буква K, то сочетание дает краткий звук U. Есть исключения. Good – хороший. Wood – древесина. Stood – стоял. Wool – шерсть. Room – комната. Итак, давайте посмотрим на наши слова. Boot – башмак. Долгий звук U. Port – порт. В слове port нет ни долгого звука U, ни краткого звука U. Rose – роза. Также этих звуков нет. Good – хороший. Это слово-исключение. У нас есть краткий звук U. Clothes – одежда. Нет этих звуков. Book – книга. Мы видим, что после буквы сочетания стоит буква K, поэтому звук у нас краткий. Boy – мальчик. Goose – гусь. Ну вот и все упражнение, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Но легко и быстро запомнить новые слова вам поможет приложение «Английский второй класс». Скачивайте его на свой телефон или планшет, выбирайте свой учебник, далее берите нужный вам юнит, главу или урок и начинайте учить слова. Вы можете заниматься в своем темпе или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. В приложении даны 5 тестов разного уровня и сложности. Они помогут вам прокачать написание слов и аудирование. Ничего лишнего, только то, что есть в вашем учебнике. На сегодня это самый лучший помощник школьнику. Ссылки я вам оставлю и в видео, и в описании. Учите язык с удовольствием. Ну а с вами была Юлия Абермайер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok